Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ. Давайте приступать к приятного просмотра. Сезон 8, серия 7. Переночевали мы с вами в этих кустах около камешка. На берегу было, конечно, сыро, ветрено, противно, но, слава богу, Диман себе ничего не застудил. Итак, мы с вами выходим уже, грубо говоря, на финишную прямую, потому что нам здесь до блокпоста осталось совсем чуть-чуть, и я уже надеюсь, что там мы с вами сможем найти то, что нас интересует, ну или развернемся назад, если там будет какое-нибудь газовое облако. Тут по пути будут у нас с вами еще лодочки, магазин, в который я хотел бы тоже заглянуть, в надежде, может быть, найти там какие-нибудь консервы, или, ну, я не знаю что. В магазине вообще много чего можно найти, ну, еще, конечно, в магазине можно много чего не найти, но, с другой стороны, как можно не проверить, потому что, ну, как бы, шанс-то есть всегда, и плюс, мне кажется, здесь не так уж и много людей ходит в этой стороне, вот, пожалуйста, яблочко сушеное, которое мы сразу же употребим, потому что я знаю, как вы бомбите по поводу того, что у меня готовая еда лежит, и я ее не ем, ну, та еда, которая сырая, вы сами знаете, здесь кушать нельзя, потому что она вызывает отравление, то есть она добавляет нескольких агентов отравления, которые постепенно вырастут в полноценную болезнь, а мне оно не надо, поэтому я жду, либо она пока высохнет, либо пока я ее где-нибудь в чем-нибудь приготовлю, а так как у меня здесь рядом домов нет, где можно на кастрюле все это дело быстренько пожарить, поэтому ждем, пока все высохнет, где-то олени орут, или кто это там, косули рогатые хер их знает, вот он этот магазин с заправкой, я уже там вижу пару забей, никаких мутантов здесь сраных нету, а то их здесь закрывать негде, убивать у меня их нечем, поэтому сейчас бы хотелось обойтись без каких-нибудь изломов и прочих лесников, мудников и прочих-прочих-прочих, ну давай магазинчик, пожалуйста, родимый, порадуй меня, дай мне противогаз с фильтром, а, я тебя очень прошу, ну тут, нет, стоп, патроны лежат, нифига себе, как это я их вообще увидел, даже не спрашивайте, Диман под носом бывает не замечает, ни хрена, а тут она полочкой увидела какой-то пиксель, а там, оказывается, патроны лежат на какой-нибудь револьвер или винчестер, ну, уже, ой, скорняк, слушай, пусть копеечки, но все же, копейка, как говорится, рубль бережет, где-то прям недалеко орут эти олени, может быть, на охоту сходить поохотиться, я сюда, конечно, не за оленями охотиться пришел, но если попадутся где-нибудь, то, может быть, и поохотимся, а так, наверное, не стоит, я вот думаю, может быть, зомби вот этих поубивать, вдруг у них что в карманах есть, здесь все пусто, неохота их просто обходить, а еще бы забежать в этот сарай, когда ты меня увидел, давай, подходи, пожалуйста, вот здесь как раз такое удобное здание, чтобы отстреливать зомбарей, запирать их здесь неудобно, а вот отстреливать за милую душу, ушанки, так, остальных бы тоже как-нибудь приманить, попаду, не попаду, попал, идем сюда, где-то еще третий я видел ходит, вон там за колонной, ага, есть попадание, о, слушай, они все в шапках, что у них тут, эпидемия, мерзнут, четенько, так, где еще третий, где ваш компаньон, сообразим, так сказать, на троих, все без лута, блин, ну может быть охотник нас хоть чем-нибудь порадует, промазал разок, ну да ладно, что у тебя есть, блин, кроме шапок, ни хрена ничего нет, ладно, давайте сейчас быстренько в сарай заглянем, узнаем, было все это зазря, или может быть что-нибудь мы там сможем найти, ну даже если ничего не нашли, не найдем точнее, хотя бы мир избавили от троечки зомбарей, кто это тут такой, магазин, на ИШ с одним патроном, патрон достаем, магазин до свидули, да, это было зря, ну ладно, хоть истребили немножко, что я вам хочу сказать, эвакуацию я прошел мимо сначала, я решил сходить сюда в сторону военки, а уже потом, уже потом ходить куда-нибудь дальше, еще, кстати, я придумал, как сэкономить себе одну слотинку, вот сюда мы запихнем нож охотничий, и он у нас сэкономит один слот, вы уж по-любому мне в комментариях про это написали, но да ладно, одну ячейку сохранил, и то хорошо, а может быть и не написали, может я сам до этого догадался, у нас здесь присутствует несколько палаток, на берегу еще есть лодки, но я думаю, что они далеко, и смысла туда особо заходить не будет, да, вон там вдалеке они лежат, ничего отсюда не видать, будем считать, что там ни хрена нету, ладно, давайте пойдем на военку, посмотрим, что там, кто там, как там, где кто там обитает, кто там живет, что там есть, я надеюсь, что лут здесь будет хоть какой-нибудь, что-нибудь ценное мы здесь сможем найти, не факт, конечно, что там будут какие-нибудь противогазы, фильтры, оружие, патроны, или еще что-нибудь, но вдруг, вдруг, хочется верить и надеять, все-таки здесь, мне кажется, раз газа нет, особо ценного лута не будет, вот там уже зомбарей ходит, пучка, ну, у меня, если что, патроны есть, получится, может быть, как-нибудь отбиться, хотя, что-то их как-то там до хрена, если честно, я вот так, навскидку, пять зомбарей вижу, аккуратненько давайте получится, если по стелсу, то будет хорошо, но сколько там этих засранцев ходит, я думаю, что по стелсу у нас ни хрена не выйдет, с другой стороны, это хороший знак, когда там пять зомбарей, издалека видать, вряд ли кто-то из людей сейчас здесь ходит, находится и сидит, хотя, почему сидеть-то нельзя, так аккуратно, ой, в окошечке видели, что-то нихрена нету, это уже плохой знак, это трава, аккуратно, Диман, стараемся, никого не заагреть, где здесь зомбари ходили, куда-то они, ой, он у нас интересно увидел, цевьё лежит, замечательно, так, нет, он в другую сторону пошёл, хорошо, это наш шанс, обходим, на дот давай, сейчас внутрь заглянем, и наружу залезем, куртка, 42 слота, у меня такая же, спасибо, не надо, на мешках вроде бы пусто, давай второй этаж, тут тоже что ли ничего нет, нет, и здесь какое-то цевьё, ну что такое, никто у нас там не бегает, никого там не видать, слушайте, ну что-то как-то пока что скудно, конечно, всего три палатки посмотрели, но их здесь как бы всего шесть, и если это половина лута, то жопа какая-то, так, дядя, смотри в другую сторону, не будем тебя, пожалуй, убивать, ты мне не мешаешь, тактическая куртка, пси-си-си-о, что за хрень, где лут нормальный, это всё-таки военка, и довольно-таки крупная, ну, как крупная, относительно других, так, штаны, о, с патронами, блин, хотел сказать на Мосинку, а это не на Мосинку, это на Ксюху, что, у нас осталась ещё одна палатка, и дот, перчатки какие-то стрёмные, что за херня, зачем я сюда шёл, боже, если бы я знал, что здесь какое говно будет, я бы даже в эту сторону лыжи не намостревал, жесть, вот это тут, конечно, бедный блокпост, сразу видно, что он на краю карты был, на отшибе, сюда даже продовольствия не доходилось никакое, вообще нихера нету, а, жесть, с шести военных палаток, я взял себе патроны, и перчатки, и то перчатки мне нахер не нужны, жесть, кто-то вроде согрелся, да, да, вот он дяденька, давайте слезем пониже, сейчас мы его приговорим, надеюсь, остальные не услышат звуки выстрела, сколько патронов понадобится интересно, стой, иди сюда, куда ты лезешь, это у тебя сопли, конечно, тянутся там, ни хера себе, конечно, но я там разочек промазал, дяденька нас услышал, что ли, а остальные нет, так, в кармонах у тебя ничего нет, и то он, короче, бежит не на нас, он бежит на звук, потому что он не орет, да, слушай, смотри, он идет на звук, а может быть, я просто смоюсь тогда отсюда, так, аккуратненько сваливаем, ну ладно, сейчас еще тогда забежим в эвакуацию, потому что что-то как-то блокпост, не то что порадовал, а прямо это как-то даже унизительно, что ли, даже как-то стыдно за такой лут, вот ей богу, то ли кто-то, правда, передо мной прошел, все собрал, то ли здесь просто лут такое говно, хрен его знает, боже, наконец-то, это фильтр от противогаза, боже, какое счастье, одна эта машина принесла мне гораздо больше, нежели весь блокпост, так, еще коробка патронов на нашу мелкашку, красота, слушайте, да уже в этих двух машинах больше, чем я во всем блокпосте нашел, вот ей богу, жесть, просто жесть, если бы я знал, что там такой лут, там он излом ходит, мне бы его не загребить, да ладно, кусачки, ебан, мирные дятлы, это же как раз то, что мне нужно, смотрите, с помощью кусачек из колючей проволоки можно делать гвозди, а вот сколько, я не знаю, мне прямо аж самому интересно стало, так, давай, 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 100% колючей проволоки из 100, или это 100 метров, хрен его знает, итого, 30 гвоздей, ну, неплохо, интересно, а там какой-то шанс есть выпадения, или что, как вот сбит еще снять эти гвоздики, проволоку, точнее, интересно, какой инструмент нужен, слушайте, да нахуй хер вообще нужен этот блокпост, если у нас с вами в блокпосту, такого лута никакого не было, а здесь просто две машины, и у нас сразу фильтр от противогаза, кусачки, очень нужный и редкий инструмент, плюс еще там патроны какие-то нашли, целую мать его пачку, понимаете, это как бы просто жесть, как бы неплохо, я прям в шоке, если честно, то есть тоже выходит, что выгоднее обыскивать машины, нежели какие-то палатки, и прочую-прочую херню, мне бы на самом деле, аккуратненько как-то все это дело здесь сделать, так, чтобы на меня не согрелся излом, потому что, сами понимаете, закрывать его здесь негде, делать мне с ним нечего, и мне надо будет в случае чего, куда-то срочно эвакуироваться, как и всей этой автоколонне, но она-то эвакуироваться не смогла, соответственно, и я никуда эвакуироваться не смогу, но если он на нас сагрится, этот сраный излом, так, это просто книжка, сделан, кстати говоря, то мы с вами уже будем куда-нибудь забираться, в какой-нибудь грузовичок, в какую-нибудь машину на крышу, и надеяться, что он своей длинной рукой до нас не достанет, не знаю я куда он ушел, не видно его почему-то, так, это кто такой, да ладно, еще один фильтр для противогаза, слушайте, это уже какой-то то ли специализированный, то ли наоборот, тот военный, а этот гражданский, слушайте, кайф, с этих машин мы подняли гораздо больше, так, я в автобусе здесь был? Не помню, по-моему, был, нет, слушайте, прям вот заход на машины окупился в сто крат, просто в сто крат, так, зомбарь нас, по-моему, услышал, давайте так, смело к нему подойдем, мы расстреляем ему всю голову, все спокойненько, аккуратненько, никто не увидел, никто не услышал, все хорошо, все чинно и благородно, да, да ладно, ой-ой-ой-ой, а вот это вот очень плохо, здравствуйте, молодой человек, и что мне с вами делать? так, у меня там был план, до домов я не добегу, значит, надо делать, как я и планировал, ну, с богом, как говорится, ой-ой-ой-ой, да, Диман, плохая идея сейчас лутаться, все-все-все, бежим-бежим-бежим, так, он пока там в автобусе тоже застрял, потому что он такой тоже длинный, широкий, длинные руки у него там волочатся, давай, залази на грузовичок, и пробираемся сюда вот в кузов, все, здесь у нас, я надеюсь, не достанет, давай, ложись, ну и все, теперь мы ждем, пока он про нас забудет, вот такой вот был у меня запасной план, эвакуации, дело уже начало даже к смерканию пройти, зомбарь этот сраный с длинной рукой куда-то ушел, это наш шанс пока что отсюда тихонечко свалить, и знаете что, мои планы резко изменились, потому что я нашел кусачки, у меня теперь есть гвозди, у меня теперь есть молотки, у меня есть всякие желтые дождевики, у меня есть фильтры от противогазов, а это значит, что нам нужно возвращаться к своему схрону, делать еще один схрон, благо у нас с вами как раз есть марлин, и маленько расширяться, потому что мы с вами все-таки уже нашли кое-какой строительный лут, который нам пригодится в будущем, скажем так, ну и раз уж мы с вами по берегу сюда пришли, я думаю по берегу я и буду отступать, заново пробегусь по всем этим деревням, посмотрим, может быть что-нибудь еще интересненькое найду, может быть что-нибудь интересненькое с нами произойдет, конечно уже так тщательно мы их с вами вместе обыскивать не будем, но если я там что-то интересное покажу, я вам обязательно об этом расскажу, ну а сейчас излома переждали, оставшиеся машинки сейчас мы уже здесь досматриваем, но нам и так машины дали просто сверх нормы, если бы здесь сейчас еще где-нибудь противогаз был, было бы вообще просто топово, но к сожалению я так думаю, что противогаза здесь нам нигде не упадет, да, последняя машинка, и тут лежит вязаная шапочка, ну ладно, и то как говорится хорошо, и то как говорится не зря, все, давайте будем углубляться вглубь карты, не вглубь карты, то есть, а будем возвращаться к нашему схрону, который находится довольно таки далековато, ну и будем надеяться, что он еще лежит целый, никем не тронутый, и никуда он не пропал, я тут короче спрятался под мост, как тролль из легенды, и теперь хочу проверить, можно ли из фильтров пересыпать, я вижу, что уже можно, а сейчас хочу проверить, какой из фильтров является более вместительным, что ли, так, там у нас сколько получается? 42%, давай сейчас попробуем пересыпать в этот, потому что у них в описании ничего такого нету, кто какой по времени, что они из себя представляют, давай пересыпай, сейчас посмотрим, ну мне кажется, что вот этот цветастый, он будет поместительным, да, смотрите, там было 42%, а здесь сразу аж 83%, все, я вас понял, пересыпаем обратно, этот фильтр является специализированным, и он имеет большую вместительность, давайте, кстати, еще посмотрим, сколько у нас влезет пачка угля, или она здесь больше, чем 12 имеет пачку, нет, 12, давайте полную пачку сразу засыпем в фильтр, посмотрим, сколько у нас получится, тем самым сэкономим все два слота в инвентаре, так, о, слушай, неплохо, 60%, мне кажется, этот фильтр он почти полностью заполнил, давай тогда сейчас отсюда пересыпем в этот специализированный, чтобы у нас уже один хороший спецфильтр был полный набитком, так, и тут у нас осталось, ну там порядка 4% вообще копейки, слушайте, ну здорово на самом деле, нашли два фильтра, причем один специализированный, с хорошим количеством слотов, это на самом деле здорово, вот еще бы нам найти с вами противогаз, и вообще бы ему не было цены, ладно, вроде бы как тут все разложил, вроде как все организовал хорошо, давайте отправляться в путь, знаете, идти назад было уже не такой плохой идеей, смотрите, я здесь сразу же в первом доме нахожу почти полную пачку угля, это на самом деле хорошо, грушка сгнившая, это хорошо, нет, хорошо, что есть груша, плохо, что она сгнила, лут есть, и причем лут неплохой, я просто вспоминаю, что мы нашли в этих местах, когда шли сюда, мы нашли ровно хрен, и еще у нас тут было три зомбаря, а сейчас мы, смотрите, с вами нашли половину заправленного фильтра, грушу, если бы успели прийти вовремя, она была бы целая, плюс, смотрите, таблетки для очистки воды, оуу, я так понимаю, обратный ход у нас будет пожирнее, чем прямой, да, ну-ка, магазин, что, семена томатов, ну что ж, тоже хорошо, будет своя база, будем заниматься огородами, может быть, мне где-то сейчас и фильтр попадется, ой, фильтр противогаз, слушайте, если мы на обратном пути найдем противогаз, это будет вообще просто замечательно и великолепно, я, конечно, сомневаюсь, что мне настолько сильно повезет, но все же, надеяться хочется, да, слушайте, все-таки не зря я решил возвращаться этим же путем, смотрите, отвертка, это один из тоже самых важных в плане строительства инструментов, потому что с помощью отвертки можно разбирать всякую электронику и добывать с ее помощью микросхемы, а кодлок здесь не добывается, кодлок здесь крафтится, то есть он крафтится из пяти микросхем, которые мы сейчас добудем, кстати говоря, с рацией, с рацией, если я не ошибаюсь, падает одна, а может сразу все пять, сейчас посмотрим, долго он, конечно, разбирает, по сути, там пару болтиков открутил, и вот тебе микросхема, вот у нас получается одна микросхема из пяти, то есть на то, чтобы скрафтить кодлок, нужно найти пять раций, отвертку и набор электрика, ну, не так уж и мало, если посчитать, что за семь серий у нас с вами упала всего лишь одна микросхемка, ну, я имею ввиду, одна эта, рация, варежки я, пожалуй, выкину, потому что у меня слоты уже что-то как-то пропадают, запасные, я не знаю, понадобится, мне не понадобится, хотя с другой стороны, может быть понадобится, вот у нас фляга вылезла, давай пока возьмем, вдруг пригодятся, мне кто-то говорил, что в таких зомбарях, есть хороший лут, а еще, я хочу проверить, работает ли глушитель, не встроенный, а тот, который одевается на пистолет, то есть, работает ли он как должен или нет, вроде никто не идет, ни хрена себе, он, конечно, бронебойный, я сейчас все патроны сюда просто в сандалию и все, и, кстати говоря, все равно пришли зомбари, давайте тогда пошумим, вот так бы сразу, чего уж там, давай шуметь на всю катушку, ты без шлема, тебя можно и так, слушайте, а у него и лут никакого нет, причем он не красный, не заруиненный, сейчас сюда со всех сторон сбегутся, конечно, зомбари, но я надеюсь, что, о, еще и Сидорович, Сидорович, Сидоров, где ты там застрял, ну, давай тоже, наверное, пошумим, раз уж что, куда ты убежал, да не бойся, все там когда-то будем, хераси они, конечно, бронебойные, пипец, офигеть, охренеть, просто, прикиньте, 4 выстрела из дробовика в голову, там уже каша осталась, какой бы у тебя там шлем не был, там просто была бы каша, ну и где у них лут, тестер с обычного зараженного, а здесь ни хрена нету, жопа, боже, вы просто посмотрите на это количество стройлута, которые мы нашли на обратном ходу, с помощью этого молотка можно что-то делать, что-то разбирать, но, явно не бейсбольную биту с проволокой, черт, жалко, наверное, с помощью этого молотка можно выдергивать гвозди из биты с гвоздями, то есть у него там сзади, видите, такой элемент, как гвоздодер, и уже с помощью него можно вытаскивать гвоздики, давайте, наверное, выкинем нашу МП-5, потому что что-то я не могу найти магазин, у меня есть глок с глушителем с магазином, поэтому мы будем пока что бегать с ним, патронов все равно у нас не так много, ну а слоты нам нужны, потому что как бы молоток, молоток вещь нужная, тем более вот такой вот, с гвоздодером, это просто пипец, я тут нашел пассатижи, и разобрался, что с бейсбольной битой можно пассатижами скрутить проволоку, и тогда мы с вами получаем, я надеюсь, полноценную колючую проволоку, хотя может быть там тоже шанс какой-то, сколько-то процентов получить этой проволоки, но сейчас мы все это дело посмотрим и проверим, нет, 100, бита у нас пропала, да и хрен бы как говорится с ней, что давайте снимем еще с этой проволоки гвоздики, потому что у меня в схроне, я помню, что лежала бита с проволокой, мы также с нее скрутим проволоку, сгрузим ее кусачками, будут гвозди, или, по-моему, с помощью обычной проволоки, ой, обычных пассатиж, можно сделать простую проволоку, надо было это сначала проверить, прежде чем разбирать, ну да ладно, уже поздно об этом говорить, смотрите, у меня тут куча патронов всяких по пути было найдено, 60 гвоздей мы с вами имеем, слушайте, вообще неплохо, еще тут консервочку я нашел, я здесь, сами вы понимаете, где лутаюсь, убил зомбаря с вот этим вот рюкзачком, забрал с него рюкзак, тут у меня осталось уже не так уж и много объектов до моего схрона, но я вам так скажу, что лутецкого я набрал побольше, а, кстати, что вспомнил, я себе тут нашел марлю, из трех марлей из одной бумажки, крафтится бинт, это то, чего у меня к 7 серии, нету еще ни одной единицы, то есть я даже перебинтоваться ничем не могу, ну а сейчас, вуаля, и у меня есть бинт, вуаля, и у меня их будет два, ну разве не красота, вот, вот то, что я искал, это рюкзак рыбака, смотрите, и удочка, и заводской крючок, и червяки, и перчатки, знаете, и, что самое смешное, и марлин еще один, то есть у меня уже есть марлин за спиной, у меня есть марлин в инвентаре, и как раз мне нужно делать схроны, я вот думаю, что мосинку я, наверное, сейчас выкину, да, я знаю, что вы мне наплюете в спину после всего этого, термос еще нашел, кстати, но, мне сейчас, эээ, нужнее гораздо марлин, чем мосинка без патронов, потому что, ну что мне с ней делать, на дальняка я не стреляю, патронов у меня в ней нету, а схрончик лишний мне пригодится, если бы она лезла в рюкзак, я бы, может быть, ее и взял, ну а так, не помещается она, слишком много места занимает, все равно я не смогу ее в схрон запихнуть, поэтому что, поэтому прости, прощай, надеюсь, что ты не сильно обиделась, ладно, продолжаем, пока что, наше возвращение, гораздо более профитное, нежели продвижение, в обратную сторону, к этому самому блокпосту, да вы смеетесь, да серьезно что ли, а, жесть, вы прикиньте, мне даже складывать все это некуда, охренеть просто, насколько мы с вами большей цене лута нашли, идя обратно, нежели в ту сторону, это даже словами не передать, столько лодок я до этого смотрел, и ни разу не попался мне этот марлин, а сейчас смотрите, у меня три марлина, у меня как раз есть, что в них спрятать, ой, ребята, это такая нычка хомяка будет, просто пипец, если кто-то сможет это все дело найти, боже, она просто озолотится, кстати говоря, мы сейчас с вами идем, мм, около болот, и здесь с берега зоны у них гораздо меньше, нежели со стороны высоток, я не знаю, с чем это связано, но, слава богу, что на берегу здесь нет зоны, и я здесь спокойненько могу пройти, немножко уже усталость до нашего схрона, я надеюсь, что дальнейший путь пройдет без приключений, потому что что? Потому что лута много, приключения нам сейчас не нужны, в общем, ребята, не удивляйтесь, мы сейчас с вами находимся в районе Надеждина, то есть как бы вы понимаете, что я прошел огромный путь, без каких-либо фрагментов записи и прочего-прочего дела, а все потому, что у меня, ну не то чтобы сгорело, просто не было настроения чего-то говорить, чего-то записывать, все просто потому, что когда я пришел к своему схрону, он пропал, и знаете, нету подтверждения того, что его кто-то выкопал, я думаю, что он просто пропал, петелька, смотри-ка, это хорошо, потому, что он просто пропал, вроде как меня дезинформировали, я уже сделал свой схрон, все скинул как следует, запрограммировал так, что никто это найти не сможет, надеюсь, я во всяком случае хочу в это верить, вот, а мой предыдущий схрон пропал, там, конечно, не бог весть, чего было ценно, просто сам схрон был мне важен, потому что это был первый схрон, я хотел его перепрятать, плюс он был в желтом марлине, эх, жалко, ладно, ничего страшного, налутаем еще, ничего там прям жизненно важного не было, но обиден сам факт, что он пропал, потому что найти его вряд ли могли, я его в таком месте спрятал, что его найти мог только какой-то читер, патрончики, я сам его, если честно, с трудом находил, и с трудом мог его выкопать, там приходилось прям с булном танцевать, чтобы его оттуда достать, но, ладно, это все уже осталось за кадром, в Черногорске я больше никуда не заходил, я добежал до своего схрона, нашел его, не нашел, точнее, его, и побежал в сторону Надежды, на по пути я сделал себе схрончик, надеюсь, что более надежный, и более, скажем так, продолжительный, ну, я тут сам виноват, я поверил чужим словам, и просто не проверял свой схрон, ушел, и очень долго я не был, потому что это у вас тут кажется, что там пару дней серия, пару дней серия, а у меня бывают такие периоды, что я неделями не могу записывать, я один день сижу, записываю несколько серий подряд, а дальше у меня потом тишь да гладь, и я просто не могу сесть за компьютер, что-то как-то тут неспокойно, я вот смотрю на это все, и на душе у меня как-то тревожно, там зомбари он ходит, на крышах лазит, непонятно, надежда на самом деле, не то, чтобы уж так удаленное место от спавна, но все же, уже чтобы сюда добраться, нужно поглубже заходить, и как бы здесь есть полицейский участок, соответственно, люди сюда могут приходить, как за оружием, так и с оружием, поэтому стоит вести себя немножко осмотрительно, конечно, я весь свой ценный лут спрятал, и даже если нас с вами, грубо говоря, завалят, мы с вами свое все сможем откопать, что самое ценное, но все равно не хотелось бы помирать, кто-то рычит, так, дядя, спокойно, ты нас не видел, мы тебя тоже не слышали, аккуратненько, я вот здесь где-то на крыше видел зомбаря, аккуратно, дядя лесник, мы с тобой дружим, так, вон там женщина на крыше ходит, почему она там оказалась, я не знаю, она туда могла забраться, только если за кем-то гналась, так, это что такое, кольт, слушайте, а вот это хорошая находка, потому что у меня в схроне лежит почти 3 стака, 45 АЦП патронов, а это как раз то, что нужно, плюс еще на кольт, если я не ошибаюсь, вешается глушитель, а у меня как раз таки был магазин, если опять же я не ошибаюсь, так, кольт, магазин с одним патроном, и глушитель, да, кайф, конечно, у него, скажем так, убойность такая себе, ой, нет, наоборот, что говорю-то, убойность у него хорошая, но магазин у него очень маленький, то есть всего 7 пулек туда влазит, брикет сливочного масла, хорошо в хозяйстве пригодится, либо так сожрать, либо смазать что-нибудь, чтобы прошло, как говорится, все по маслу, ох уж эти шутеечки, ну, походу здесь никого нет, потому что все тихо, все спокойно, мы уже с вами к самому полицейскому участку подходим, может быть, конечно, кто-то сидит внутри, но я надеюсь, что здесь такой вид геймплея не процветает, и таких засранцев здесь не существует, потому что пока что всех, кого мы встречали, были довольно-таки мирными людьми, конечно, я думаю, если им начать хамить, от них начнут стрелять, но так, вроде, если мирно пообщаться, то спокойные, мирные, добрые людишки, никого не видать, вроде все спокойно, но, не знаю, все равно, тревожное чувство у нас не останавливает, не останавливает адреналин, это хорошо, нет, никого здесь не было, вряд ли кто-то бы оставил такой ценный лут, то есть, ладно, пистолеты лежат, то есть, кому они нахер нужны, они стоят копейки, только слоты с лишней занимают, один пистолет взял, и все, а вот адреналин, адреналин, это все-таки медицина, я думаю, люди бы ее по-любому взяли, интересно, в полицейском участке, есть шанс заспамиться по этому противогазу, я уже начинаю не верить в то, что на сервере есть они, ты здесь, да? Да, аккуратно, я понял, эта комната останется за тобой, будем считать, что там ничего нет, будем считать, что этот зомбарь там все забрал, кто бегает? Это этот зомбарь? Ну, звук как будто по земле, походу, еще кто-то внизу на меня сагрился, вы посмотрите-ка, что я нашел, это же мать его портмоне, у нас тут как раз есть купюры, которые мы можем туда сложить, конечно, с тем количеством денег, что у меня есть, может быть, находка эта не столь весомая, но когда у Димки появятся его миллионы, знаете, кошель ему очень сильно пригодится, чтобы все бабки туда свои складывать, а то все сундуки им изобьешь, куда девать, не знаю, а тут такой кошель, раз, и сложил, удобненько же, удобно, нет, слушайте, ну лут прям приятный, смотрите, морфин, патроны, плюс я нашел еще комфорочку, это же край, это же красота, можно повесить сюда кастрюльку, да, сложить, да, и сэкономить себе пару мест, если еще мы найдем себе баллончик, мы с вами сразу на ходу, стоп, что, магазин на МК2, с патроном, патрон отдай, магазин оставь себе, и найдем себе еще баллон, у меня в схроне, по-моему, был баллон, если я не ошибаюсь, и уже сможем себе на ходу, так скажем, готовить пищу, нихера тут, конечно, колонну затаранили, стоит заглядывать в каждую машинку, текстурную, потому что там может лежать что-нибудь интересненькое, а может и не лежать, как в нашем случае, нет, вообще ни разу не жалею, что забежал сюда, потому что, смотрите, прям вот хороший, честный, интересный лут, который в выживании очень сильно нам поможет, что-то показало, что там лежит, трава, что ли, опять какая-то, надо внимательно осматривать каждый угол, а то по-любому я где-нибудь, что-нибудь пропускаю, и вы мне опять в комментариях напишите, что я там-то, там-то пропустил, в прошлой серии вообще чуть ли не рекорд был побит, и какой-то магазин я там пропустил, и еще что-то пропустил, раз пять, наверное, в комментариях люди написали, что я что-то пропустил, причем все разное, это обусловлено тем, что я, бывает, записываю в те моменты, когда солнце светит мне прямо в монитор, и я, бывает, не вижу ничего, спокойно, женщина, я вооружен, и очень опасен, если сейчас здесь кто-то, о, смотри, картошка с фонариком, батарейка есть, батарейки нет, если здесь кто-то был, он по-любому наши выстрелы услышал, и теперь как-то активизируется, либо свалит отсюда, либо выйдет на переговоры, либо пытается нас убить, но я не знаю, сколько я здесь хожу, никаких явных признаков, наличия здесь людей нету, а вот и газовый баллон, слушайте, ну вообще все идеально, один к одному, кайф, теперь и жрать я могу готовить, не заходя в дома, но разве это ли не сказка, вот прям вот все как надо, постепенное развитие персонажа, от поселка к поселку, он становится все независимее, все сытнее, все вооруженнее, все богаче, ну это же здорово, пожалуйста, нож вам еще, слушайте, вообще кайф, я прям кайфую, вот прям вот, ну не знаю, вот не знаю как вы, а я вот прям получаю удовольствие, ходишь, находишь самый нужный лут, у тебя где-то лежит тайник, с богатым лутом, ох, красота, еще бы базу построить, ну что ж, в целом мы с вами заканчиваем, посещать эту деревеньку, все у нас на этом кормуше закончилось, и в принципе, все что я здесь нашел, ну оставшиеся домах я имею ввиду, я вам вот сейчас покажу, нашел я еще вафельку, набор скорняка, и топор, вафелька кстати с каким-то другим вкусом, не знаю как это отразится, на Димкином самочувствии, но как это отразится, здесь кстати неподалеку находятся, праведники, я вот думаю, может быть попробовать забежать к ним, вряд ли у нас конечно получится чем-то поторговать, потому что у нас особо продавать нечего, но взять какое-нибудь задание, я думаю мы с вами в принципе можем, неплохо кстати забежали в деревню, знаете, и скорняков нашли, и комфорку нашли, и петельку, которая нужна для крафта сундука побольше, тоже нашли, плюс всякие патроны, кошельки, еда, медицина, прям все как надо, одно, одно, единственная неприятность, недостаток, и минус, это то, что нигде нету, мать его, противогаза, я уже не знаю, я либо бегу к праведникам, попытаюсь его выторговать, либо может быть уже, бежать на алтарь, и пробовать там его продать, покупить точнее, потому что ну правда вот как-то не попадается, можно кстати говоря грибочки приготовить, пока они не высохли, блин, ну вот я даже не знаю, вот сейчас добежим до праведников, ну потом уже, и уже после всего этого будем думать, может быть нам правда его проще где-то купить, хотя если мы его найти не можем, то и не значит, что люди его могут найти в больших количествах, может быть он тоже очень редкий, и его продавать будут пипец как много, медицины-то вон у нас полно, а вот противогаза нет, может быть получится поменяться, кто знает, не спрашивайте меня, почему я пробежал этот поселок первый раз, и я тут был немножко в думках, куда и как пропал мой схрон первый, и я решил, скажем так, как это слово-то сказать, реализовать этот провал сейчас, то что мы не залутали эти дома, это конечно промашка была, все-таки тут тоже может быть какой-нибудь интересный ценный лут, и соответственно, я его хочу поиметь, и сложить к себе в карманцы свои в рюкзаки, а уже потом, после этого поселка, мы с вами побежим в сторону праведников, попытаемся списаться с ними, пытаемся договориться, встретиться, не знаю, что из этого получится, потому что, ну как бы, все люди живые, у всех разные графики, когда люди могут играть, и никто не гарантирует, что в тот момент, когда я буду в игре, кто-то из праведников сможет мне ответить, встретить и выдать задание, там я уже в конце деревеньки вижу пару зомбарей, надеюсь, это не потому, что там кто-то спрятался в доме, и сидит, ждет, пока они отагрятся, так-то они как бы должны по всей деревеньке быть, но, они все сконцентрировались в той стороне, и это нам только на руку, потому что сейчас эти дома мы будем с вами лутать безопасно, скажем так, ну конечно, когда у нас появился МК-2, о, денежка, кстати говоря, которую нужно будет сложить в кошелек, чтобы она не занимала лишние слоты, вот, когда у нас появился МК-2 с магазином из кучи патронов, как бы зомби перестали представлять из себя какую-то опасность, если рядом есть дом, а если они по одному где-то в поле встречаются, то тоже они особой опасности не представляют, если, конечно, у нас не заклинит оружие, потому что шансы этого тоже присутствуют, и если в поле заклинит оружие, то как бы придется драться в рукопашку. Ну, у нас с вами есть кирка, я думаю, мы спокойно сможем какому-нибудь зомбарю промеж глаз загладить остриею, чтобы он наконец скопытился и помер, показал, что там что-то лежит, а там, короче, ничего не лежит, просто какое-то пятно от краски. Ну, что-то как-то на самом деле пустовато здесь, я думал, пробежал, вернусь, сейчас здесь горы лута будут, но не тут-то было, как говорится. Ладно, у нас тут еще осталось три домика, сейчас попытаемся как-нибудь аккуратно пробраться в этот дом, чтобы зомбарин насагрился, когда мы уже будем внутри. Так, хорошечно. Так, чипсики, да, или крекеры какие-то, еда, в общем, калории всегда пригодятся. Так, подходим по одному, мутантов нету, нету, на первого, второго, рассчитайся. Ну, стой, что ли ты? Первый, второй, молодцы, рассчитались. Еще я где-то третьего вдалеке видал, но он к нам решил сегодня не присоединяться. Ладно, у нас там еще впереди будут возможности его уговорить, скажем так, присоединиться к нашему движению. В зомбарях нихренашеньки нету. Пока что из ценного мы с вами нашли только печенюшки. Ну, как ценного? Просто то, что нам пригодится. Я нутром чую, что-то здесь должно быть, что-то здесь должно нас заинтересовать. Это простой зомбарь. Так, кроссовки мне не нужны, потому что я сейчас внимательно слежу за состоянием своих ботинок, чтобы они, не дай бог, не сломались. Потому что хватит нам этой пяточной боли, тем более у нас с вами почти полный скорняк есть, как бы... О, вот оно, зачем я сюда шел. Чувствовал мое сердечко, что здесь что-то долежит. Колючая проволока, плюс картошка. Слушайте, ну неплохо мы с вами набрали и пожрать, и по это самовоть, что-то такое белое непонятно, и пожрать, и построить нашли. Неплохо, плюс с зомбарями немножечко повоевали. Нормально. Давайте уже тут оставшиеся дома сейчас быстренько залутаем. И знаете что? Наверное, будем заканчивать на этом нашу серию. Неплохо мы так прибарахлились. Наш схрон стал ширше, больше в несколько раз. Я, конечно, не подготовил вам картинку, чего у меня там есть, но я сделаю это потом. Блин. Да е-мое. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Вот вам пример того. Как раз было три патрона, если бы не промазал, было бы все хорошо. А так промазал и получилось вот так вот глупо и нелепо. Ну, в целом неплохо, однако колючая проволока полностью окупает заход в этот поселок прям вот стократно, потому что у нас инструменты в схроне есть, нужно будет занести все это дело в схрон, а может быть и нет, можно взять с собой, чтобы поторговать. Где-то, кстати, куру я слышу. Тоже бы ее приговорить, чтобы она не мучилась и я не мучился с голоду. И уже на этом можно будет завершать. Где ты? Дикая курица. Стоямба. Не хочу я за ней бегать с ножом как дурак. У меня где-то был хороший нож. Вот он. Отлично. Ну и давайте будем на этой такой вот мясной, мясистой ноте завершать нашу серию. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. Блин, Диман превращается в такого олигарха хорошего, у которого так прям много схронов, много всякого разного ценного лута. И для постройки нам с вами не хватает четырех микросхем, пилы и набора электрика. И все. Найдем все это, и у нас с вами будет база. Спасибо всем. Спасибо, что досмотрели до конца еще раз. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.